Олей! Олей, мама! Сижу, уснуть не могу. Рыба плещется, мелкая. Подошла мелкая и плещется. Слышите дятел долбит? Долбит, блин, как только расцвела. Так, я его сейчас застрелил. Ах! 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 Палатка открытая, закрыть пойти. ждет или вещами на рыбалка дождичек переждали мелкий мелкий идет ночью звуков было больше чем сейчас а а всю ночь какой-то зверь ходит это спать пробую ребятки ловить живца вот верховка самый плохой живец но во всяком случае крючок крупноватый рыбка мягковатая не постёк дятел таки долбит около палатки воистину дятел нашел место леса ему мало вот получат красноперка застрели этого дятла он с ночи блин спать не дает у них посменно но они решили нам жизнь такую создать здесь да и бобры здесь бахали и все было и рядом и вот и и ребята тихое спокойное утро тихое спокойное прекрасное утро это первый не жаркий день и больше жарких дней не будет 1 сентября ночь была не такая только легли спать вот здесь подлетела птица давай рать громко ночная они кричат так что не убаюкивают это не пение соловья где-то там за кустами потом как бы спать надо цапля ночью цапли летят и орут и орут еще крик такой никакой и здесь рядом нора там выходы бобер как бахнет как бахнет хвостом эхо такое по реке вроде зито отогнала лаяла лаяла потом там где-то как детей душат птица какая-то вылывала косули подошли гавкать начали зито опять давай лаять на них тут у нас остатки мяса утки вчерашний который подстрелил может лиса и ног подходил на запах в общем она не спала я не спал мелки-палки вот такая жизнь была ты ночью сейчас мы попьем кофейку со сливками лицов наловил правда живец такой долго не проживет верховка заплателька может быть может быть сейчас попробую щечку положить уже в сорок рядах блесну я кидал кидал долго упорно кидал а щечка взяла через пять минут после начала лова вот такая вот шишка вы знаете отпущу наверно я бы ее съел заниматься я не охота так продолжим вот так вот крючок для подсекания маленький если дать возможность заглатывать заведет коряги сто процентов вот так вот караулю щечку конечно лучше если поплавок на одном месте постоял щечка бы обнаружила рыбу потому что даже на живца иногда щука подходит и смотрит просто смотрит прежде чем схватить утки еще четыре штуки впереди плавают но я не хочу шуметь в лесу просто не хочу смысл шуметь тихо хорошо плотвы плавает раньше здесь головля было полно вот за этими сваями это было раньше я сейчас попробую покидать по крайней мере я не окуня головля не вижу окуня увидел одного вот там на быстренько покидаю давайте опа воткнулся в этих протоках окунёк да и все головы здесь под ногами буквально стоишь кидаю раз влежу прошел на охоте своей балька гонял в том сплаве я показывал он там есть вот там бобры как прокопано прокопали бобры а там буквально метр ну от силы полтора река то есть вот река делает изгиб мы все ждем когда же промоет наконец эту стенку и будет такая петля здесь сообщающиеся и и да я думаю у нас еды хватит два раза сначала чтоб вот красненькая два раза она промахнулась я вот поменял как щука левая видать это она зацепилась снизу у меня здесь два крючка вот одним снизу зацепилась больше не делать таких ошибок сдохла видите какой за куток плесканулась щука сейчас я попробую взять не крупная нет поменьше поменьше похоже силикон больше нравится нашли место для обеда такое очаровательное она я третий раз спиннинг поломал щучка сошла но все не крупные до кило спиннинг у меня на мелкие насадки он мягкими легкие в траву загнал силиконы потянул забыл поломанный легкий костерочек жрать проще есть тут куча костей что-то она не ест не знаю и лапки всякие дичь вчерашняя и суп ешь наша скромная еда сосиски копченое сало чеснок помидорки черный хлеб черный хлеб и потом может кофейка попил хватило на весь сезон и в карелии побывал с этой штукой разжижка моя помните наверное да мыло и бензин ролик есть у меня там без проблем сухо сыра неважно капнул туда она горит пять-десять минут дальше у них выбора не было а у нас то был она сухой тоже кто-то говорит пшонка и все в ухе больше ничего не должно быть кто-то там картошка пшонка извините я в вьетнаме такую ху ел сколько людей извините мне извините за выражение вот эту уху ел блин и все это ухо с пшонкой кильку сварят верховку ухо должно быть наваристая на костях мясо филюшка отдельно чтобы было приятно есть а не бороться с костями под этот под стакан водки а то еще не всегда потрошат там забыли можно экзотику себе доставить а если уж готовить ухо что она ела вкусная бывает это называется запи головлевое место сейчас на жаку не не вижу здесь я кидал его товар левое а так он какой миля кругом а Субтитры подогнал «Симон»